Перед судом предстали трое обвиняемых. Среди них 27-летний Ерлан, контрактник одной из воинских частей Южного округа. Именно поэтому дело рассматривается военным судом. Двое других подсудимых – несовершеннолетние подростки. По подсудности мы это дело начали рассматривать. Дело рассматривалось в течение двух месяцев. В ходе досудебного расследования подсудимые вину не признавали. В ходе рассмотрения дела по существу в суде они уже вину признали. История кровавого противостояния между джигитами и поселка Каратабет длилась несколько лет. Трое взрослых братьев в возрасте от 25 до 37 лет постоянно конфликтовали с соседскими подростками. Порой дело доходило до рукоприкладства. Братья, как более сильные, как правило, оказывались победителями. Они силой требовали от нас уважения к себе, обижали и били нас. Мы не захотели терпеть и пожаловали своему дяде, Ерлану. 27-летний Ерлан, служивший в воинской части во время очередной побывки дома, решил организовать сопротивление троицы мужчин. Он собрал всех обиженных братьями подростков и дополнительную подмогу. В одну из ночей лета 2015 года они вызывают обидчиков из дома и избивают их. В результате двое братьев попадают в больницу. Начинается следствие. Когда устанавливается, что главный подозреваемый в организации избиения военнослужащий, дело передают в военно-следственное управление. Следователь Боужан Канаров проводит тщательную проверку переговоров с мобильных телефонов накануне преступления всех подозреваемых. В результате устанавливается, что в расправе принимали участие шестеро подростков и семь совершеннолетних парней. Наиболее активными в избиении оказались Ерлан и двое его племянников. Именно они оказались под судом. Согласно требованиям закона Республики Казахстана об амнисии, которая издана 13 декабря 2016 года в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан, производство в отношении двух несовершеннолетних было прекращено. И они освобождены по амнисии. В отношении Кальменова он был предан суду по статье 107, части 2, пункта 4 и 132, части 1. Назначенный срок был снижен до двух лет трех месяцев. Также суд частично удовлетворил требования истцов о возмещении морального вреда. Потерпевшие требовали 20 миллионов тенге. Суд установил сумму ущерба 100 тысяч. Приговор еще не вступил в законную силу. Субтитры создавал DimaTorzok